Юрий Насыбуллин. «Харизма». Таёжный рассказ из советского прошлого. Читает автор. В посёлке Корлике Нижневартовского района Тюменской области в первый год восшествия Юрия Владимировича на советский престол, или, лучше сказать, на кремлёвский трон, а может и не лучше, как бы за такие сравнения мог бы я предположить, что может быть, но лучше промолчу. В этот самый год появился в посёлке Данила Рутин, младший брат, директорша Корликовской восьмилетней школы-интерната Елены Александровны Рутиной. Высокий, стройный парень, девятнадцати лет, со слегка вьющимися запущенными волосами и довольно длинным тонким носом на вполне приятном лице. Он сразу подружился с семьёй Глуховых – Валеркой и Ириной. Валерка работал учительом физкультуры и ещё худруком в поселковом клубе на полставке, а Ирина Владимировна преподавала в школе-интернате русский язык и литературу. Они были почти ровесниками Данилы, который пару лет назад окончил среднюю школу в Новосибирске и приехал к старшей сестре, поскольку его не допустили до экзамена в институт и признали негодным к армии по причине психического заболевания. Новосибирские психоневрологи обнаружили у него шизофрению и параноидальный синдром. Скорее всего, у Данилы ничего такого не было, а на учёт в психодиспансер его поставили по идеологическим соображениям, по инициативе осведомлённых органов за увлечения йогой и буддизмом, и за то, что он со своими единомышленниками устраивал посиделки, где обсуждались неизвестные аспекты чуждой религиозной и идеологической тематики. «Ну, если наш Данька ненормальный, то остальные вовсе дебилы», — сказали родители. «И чтобы ребёнок не болтался без дела в городе, полном всяких нехороших соблазнов типа алкоголя и наркотиков типа анаши, а этого добра в Новосибирске, крупном сибирском городе, фактической столице Сибири, уже в те годы было в достаточном для пытливого, предприимчивого и находчивого ума количестве». Вот из таких опасений родители и отправили отпрыска от греха подальше в глухую таёжную деревушку, где-то в глубине необъятной Тюменской области, где сами они никогда не бывали. Но в местной школе-интернате директорствовала Данилкина старшая сестра Елена. Их вполне самостоятельная и морально непоколебимая дочь. Её муж Борька Колунов работал в Корликовском похе, промысловом охотничьем хозяйстве егерем. У него было несколько охотничьих ружей и даже карабин. Кроме того, он владел одним из двух имевшихся в посёлке снегоходов Буран и моторной лодкой «Прогресс» с мотором «Вихрь». Расчёт Данилкиной родни был на то, что парень возле своего деверя по дна таскается по охотничьей части, начнёт ходить в тайгу на охоту и постепенно станет настоящим охотником, промысловиком. И вся эта религиозная дурь из него выветрится. А пока Данилке даже обычной двустволке не доверяли, поскольку Елена по секрету доложила мужу о диагнозе, поставленном Данилу новосибирскими психоневрологами в штатском. Самое большое и опасное, что им поручали, это брать в руки колонн, колоть дрова, складывать их в дровяник и топить в доме печку. Но пылкая и мечтательная натура юноши жаждала большего. Живя в Новосибирске, он от одноклассников узнал и заинтересовался индийской религией и философией, увлекся учением Будды и йогой, регулярно почитывая разнообразные сутры и мантры, пытаясь понять их глубинную сущность и смысл. Он стремился проникнуть в тайны мироздания, макрокосмоса и собственного своего «я», так называемого микрокосмоса. Мало того, что он все эти полученные уникальные знания собирался претворить в жизнь на практике, духовные, разумеется. Раскалывая колуном массивный кедровый кругляк и затем расщепляя его на более мелкие чурки, он постигал единство и многообразие природы. Собирая поленье в охапку и тащая ее к сараю, он осознавал свое место в мире физическом и духовном, представляя при этом, как путем упорного восхождения по ступеням самопознания приобщиться к могуществу наставников и учителей йоги, приблизившихся к духовному и физическому совершенству. А когда укладывал чурки в поленицу, он почти достигал очищения и кармы. Заглядывая в гости к Глуховым, Данилка частенько заговаривал на эти темы с супругами. Он привез из Новосибирска кучу эзотерической и буддистской литературы, распечатанной ярыми последователями этого учения, его одноклассниками, под копирку на печатной машинке. Приносил кое-что порционно с собой Глуховым и занимался среди них просветительством, излагая свое понимание древних философских трактатов и легенд. Он зачитывался жизнеописаниями семейства Рерихов и Будды, рассуждал о Шиве и Шамбале. «Я хочу научиться телекинезу и силой мысли двигать предметы», – говорил он Валерке. «В моих руках сосредоточена мировая энергия, и если мне удастся сфокусировать ее в луч, то я смогу этим лучом передвигать поначалу небольшие предметы, такие как спичечный коробок. Вот смотри, он вытащил из кармана припасенную заранее иголку, которая была привязана за середину к нитке, и повесил ее на бельевую веревку, протянутую на кухне для сушки маяк и трусов. Иголка повисла, слегка покачиваясь на нитке вокруг своей оси. Данилка поднес к ней полураскрытую в ладони руку и стал пытаться сдвинуть иголку в воздухе. Он сопел, пыхтел, и путем колоссального напряжения, так что даже на лбу его вздулась вена, ему это удалось. — Видел? — воскликнул он. Валерка с Ириной недоуменно переглянулись. — Да ты просто дыхнул на нее! — сказал Валерка. — Нет, мне удалось! У меня получилось! — радостно бормотал Данила. — А ну дай я попробую! — заразился телекинезом Валерка. Но у него ничего не вышло. Иголка висела неподвижно. — А вот я, смотри! — Данилка опять поднес раскрытую ладонь и иголка вдруг резко качнулась от движения его большого пальца, хотя он ее не касался. — Видел? — Данилка даже засмеялся от радости. — А ну погоди! — сказал Валерка. — Дай руку посмотреть. На огрубелом от постоянной колки дров большом пальце Данилкины руки были мелкие трещинки, и в одной из трещинок застряла прозрачная меховая ворсинка. — Вот чем ты иголку двигаешь! — сказал Валерка. — Вот тебе весь телекинез до копейки! Они с Ириной весело засмеялись. Данилка пригляделся и тоже разглядел ворсинку. Он сконфузился, но не сломался. — Я тебе принесу мантры почитать, и ты тоже погрузишься и приобщишься, — пообещал он. — Я каждое утро читаю сутры и мантры. — Ну, правильно, — согласился Валерка. — Сутры и надо с утра читать. Они с Ириной опять засмеялись. Так весело, познавательно и продуктивно проходили вечера общения с Данилой Рутиным, молодым искателем истины и гармонии. А у Ирины Владимировны Глуховой, Валеркиной жены, что-то не заладилось со здоровьем. То ли от недостатка витаминов, то ли от постоянного промозглого холода, который царил в плохо протапливаемых школьных классах, у нее косяком пошли на глазу то на одном, то на другом ячмени. Уж она и витамины пила, и мазями мазала, и печеный лук, и алоэ, и стриптоцит, и чайную заварку прикладывала, но все бестолку. Ячмени не проходили. Как последнее крайнее средство, ей предложили попить дрожжи. Ирина купила по большому блату в магазине дрожжей, поскольку просто так их не продавали, потому что народ массово ставил брашку и спивался. Но Ирина Владимировна показала продавщице на свой глаз и объяснила, для чего ей нужны эти спиртопроизводящие грибки, а поскольку она пользовалась в поселке уважением, как добросовестная и любимая учениками преподавательница, то дрожжи ей были отпущены. Ирина навела трехлитровую банку дрожжей и постепенно, дня за два, выпила с отвращением это жуткое по вкусу, запаху и содержанию пойло. Выпила и стала ждать. Прошло несколько дней, но ничего не изменилось в ее ячменной судьбе. Как выскакивали, так и продолжали выскакивать и опухать, как болели, так и продолжали болеть. А между тем эзотерическое просвещение и беседы о непознанном и сверхъестественном в Доме Глуховых с подачи Данила Рутина продолжались, особенно в метельные и снежные вечера. Поза лотоса у йогов символизирует покой и созерцание своего внутреннего мира, объяснял Данилко. То, как он понял последний из прочитанных им синеватых, отпечатанных на кальке страниц священных трактатов. Нужно чаще медитировать и аккумулировать внутреннюю энергию. Он уселся на пол, скрестил свои длинные ноги и принял позу лотоса, полузакрыв веки и растопырив согнутые руки с пальцами согнутыми в колечки в стороны. Я сейчас по утрам работаю над физическим ощущением организма, как настоящие йоги, которые глотают веревочку. И когда она достигает своего естественного выхода из организма, то они таким образом чистят каждое утро свой кишечник, шоркая ей туда-сюда. Потому что без полного физического очищения невозможно достичь ощущения духовного и приблизиться к огненному телу. И как бы в доказательство он промычал. Полузакрыл глаза и снова промычал. Ну и как получается? Спросил Валерка, видя, что Данила готов так мычать весь вечер. — Пока нет, — ответил грустно Данилка. — Я пока нахожусь в начале этого духовного упражнения. На первых двадцати сантиметрах пока что срабатывает рвотный рефлекс. Я еще не научился полностью отключать свои инстинкты. Но ничего, когда-нибудь у меня получится, а потом я начну упражнение по остановке сердца. — Ты с этим не торопись, — заботливо посоветовал Валерка. А то мало ли что. Почуяв подвох и скрытую иронию, Данилка сказал покровительственно. Ты, Валера, пока что находишься на духовном уровне Муладхары. А это самый низкий чакр. Он находится в районе копчика. А я уже достиг уровня свадхистханы. А это гораздо более высокий чакр. Он находится в районе крестца. Тебе нужно больше медитировать, и ты сможешь когда-нибудь раскрыть все свои чакры вплоть до Сахасрары. Так в Дом Глуховых вошли такие прежде неведомые и оттого еще более пленительные и заманчивые понятия, как Агни-йога и Нирвана. А где-то на духовном горизонте уже замаячила и Камасутра. У Данилы Рутина в Нижневартовске был друг, который тоже шел по пути восхождения и познания, и продвинулся в этом, как признавал Данилка, гораздо дальше, чем он. Звали его Велимир. Данилка часто рассказывал о Лерке с Ириной, что сегодня мы с Велимиром опять связывались по космическому каналу и вместе медитировали. Для меня он настоящий гуру, учитель. С придыханием, откровенно и почтительно рассказывал Данилка. У него коричневый пояс по карате, и он мастерски владеет нунчаками. А откуда ты знаешь, что он тоже медитировал с тобой на одном космическом канале? Спросил Валерка. Мы с ним договорились, что по вторникам и пятницам с 17 до 18 часов будем выходить в космос и вместе медитировать, сказал Данилка. Однажды Велимир приехал по каким-то делам в Корлике. У них с Данилой Рутиным произошла теплая душевная встреча прямо у борта вертолета. Валерка Глухов был в это время в клубе, где пытался заклеить мембрану на одном из бонгов. Есть в ударной установке такой вспомогательный барабан, и его на недавнем вечере кому за 30 в пароксизме исполнительской страсти продырявил палочки тракторист, он же барабанер Корликовского вокально-инструментального ансамбля Петька Мерзлов. Валерка как раз мазал клеем кожаный пластырь, который хотел приложить к поврежденной мембране. Как дверь в клуб неожиданно открылась, и в нее вошел Данила Рутин в сопровождении своего духовного наставника и гуру из Нижневартовска Велимира. Они зашли в репетиционную коптерку, где Валерка занимался дырявым бонгом, и поздоровались. «Вот, познакомься, Валера, это Велимир, о котором я тебе рассказывал. Он мой гуру, учитель». Велимир представился молодой высокий парень, возрастом лет под 30, с серьезным, слегка бледноватым лицом и в овчинном полушубке. «Очень приятно, гуру», – сказал приветливо Валерка, – «наслышан от Даньки о тебе». Разговор тут же зашел об эзотерике, непознанном и возможном, но пока недостижимом. «Все это очень интересно, и я умозрительно все понимаю, но хотелось бы на физическом уровне ощутить эти явления и процессы». Велимир с недоумением посмотрел на Данилу, как бы спрашивая, «Ты куда меня привел?» Данилка смутился и довольно не к месту сказал, «А у учителя, он называл его только так, коричневый пояс по карате. Учитель, покажите, как вы владеете нунчаками». Велимир достал из кармана небольшие деревянные нунчаки и стал ими энергично крутить в воздухе, закидываясь за спину и вращая ими в разные стороны. Это продолжалось минуту-другую, но кончилось тем, что при особенно эффектном трюке нунчака, заделая его по затылку, он ойкнул и, схватившись за голову, присел на стул. «Недостаточно размялся», — сказал он. «Так и убиться можно», — сочувственно сказал Валерка. Он закончил клеить мембрану бонга и спросил, «А вы, небось, голодные? Пойдемте ко мне. Ирина, моя жена, вас угостит обедом». Парни с воодушевлением приняли предложение. Валерка запер клуб, и они направились к его дому, который находился напротив, через пустырь, который в торжественные дни служил клубной площадью. Ирина была дома, и пока молодые люди беседовали о сверхчеловеческих возможностях йогов, сварила пельмени, которые они с Валеркой налепили в большом количестве еще с осени. «А что это у вас?» — довольно бестактно спросил Велимир, имея в виду ячмень на глазу Ирины. Та смутилась и отвернулась, прячась свою болячку от постороннего человека. «Да вот привязался ячмень. Уже больше месяца никак не избавлюсь», — потупясь, сказала она. «Я могу вас вылечить», — важно сказал Велимир. «У меня исцеляющий тантрический дар и сильная харизма». «Ой, спасибо!» — обрадовалась Ирина. «Я уже чем только не лечилась!» — вздохнула она. «Но харизма еще не пробовала», — закончила Ирина, грустно улыбнувшись собственному каламбуру. Велимир торжественно усадил молодую женщину на стул, сам встал над ней сзади и стал руками совершать пассы, проводя ими вокруг Ирины головы и делая стряхивающие движения руками, как стряхивает воду с рук. «Нужно убрать негативную энергию», — пояснил он. «У вас плохая аура, я ее вижу, она темная и тяжелая. Я излечу вас. Расслабьтесь и доверьтесь мне, я помогу вам», — негромко говорил он. У него недавно раскрылся чакр Анахаты, благоговейно глядя на своего гуру-учителя, прошептал Данила. Велимир проделывал свои трюки несколько минут и по окончании отошел сосредоточенный и обессиленный. «Я взял ее болезнь на себя, но у меня сильная харизма, и я не боюсь заразиться», — усталым голосом сказал он. Данила смотрел на него с восхищением. Потом они встали лицом друг к другу в затылок, Данила встал за спиной своего гуру, они медленно двинулись по кухне и вместе запели. «Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Мелодия была похожа на песни из кинофильма «Бродяга» или «Зита и Гита» с сильным индийским акцентом и восточными мелизмами. Под вечер они ушли. Выходя из дома глуховых, Велимир произнес Даниле про Валерку. «Молодхарный чувак!» «Что поделать?» Сказал Данила и повел гуру-учителя в дом своей сестры. По дороге они рассуждали о том, что далеко не всем людям дано прикоснуться к духовности и божественному просвещению, особенно что касается непривычных советскому человеку учений. На следующий день Велимир, сделав в корликах свои дела, улетел в Нижневартовск. После тантрических пассов и лечения харизмой ячмени у Ирины, к сожалению, не прекратились. На фоне постоянной боли она стала нервной и раздражительной, быстро уставала, и все время ей хотелось спать. Ячмень на глазу не уменьшался, а все сильнее распухал, и глаз уже затек и весь заплыл, грозя конъюнктивитом и осложнениями. Андрей Белый, фельдшер Корликовской больницы, осмотрев Ирину, сказал, что, возможно, придется вызывать вертолет санавиации и отправлять больную в Нижневартовск для неизбежного хирургического вмешательства. В один из дней Валерка Глухов зашел в дом к директору клуба своему непосредственному начальнику Титкову, которого все в корликах звали Тятенькой, и разговорился о клубных делах, предстоящем праздновании Нового года и репетициях вокально-инструментального ансамбля, которым Валерка руководил и играл в нем на бас-гитаре. «Как супруга?» – спросил под конец разговора Тятенька. «Болеет она у меня», – печально сказал Валерка. «Ячмени замучили. Уже не знаем, что делать». В этот момент в дом с улицы вошла жена Титкова Дарья Харитоновна, пожилая женщина с пронзительными черными глазами и цыганским лицом. Прислов ячмень, она встрепенулась и, обращаясь к Валерке, спросила, «У кого ячмень?» «У жены моей, Ирины. Всю осень, и начало зимы болеет, даже не знаем уже, что делать». «Давай, веди ее ко мне», – сказала Дарья Харитоновна. «Давай, давай, Валерка, веди жену», – поддержал Титков. «Она ведьма у меня», – кивнул он на супругу. «Скольким людям тут помогла?» Валерка пришел домой и, помогая Ирине подняться с койки, где она лежала с опухшим лицом и постановала, сказал, «Пойдем, там тебя вылечат». И с этими словами он помог жене одеться и повел ее к дому Титковых. Дарья Харитоновна выгнала мужчин из комнаты и, пока Валерка с тятенькой стояли в холодных синях и курили, провела с Ириной какие-то лечебные процедуры. Вскоре она позвала Валерку и со словами, «Все, забирай свое сокровище, завтра все пройдет», – выпроводила Ирину из дома. Когда Валерка с Ириной оказались дома, Валерка спросил, «Ну как? Что она делала?» «Да ничего», – безнадежным голосом ответила Ирина. Фигу показала и в лицо плюнула. «Как фигу?» – возмутился Валерка. Однако уже к вечеру опухоль начала спадать, глаз раскрылся, краснота и отечность уменьшились. А еще через день ячмень, который не давал нормальной жизни больше месяца, прошел совершенно. И потом, кстати, никогда больше у Ирины не появлялся. Вот и не верь после этого во всякую чертовщину, потусторонние силы и харизму. Юрий Насыбуллин «Семья Стень» Таежный рассказ из советского прошлого. Супруги Стень появились в Корликах в ноябре 1980 достопамятного года. А памятен был год тем, что в этот год впервые в СССР произошла Олимпиада и умер Владимир Высоцкий. Глава семьи Сашка Стень был размером со шкаф с широкими плечами и большим торсом. Огромный, могучего телосложения, весь на колках, в частности, на спине, красовался очень убедительно исполненный неведомым автору тюремным кольщиком собор Василия Блаженного с большим количеством куполов, что, как утверждают знатоки, означает количество присужденных тюремных сроков. Лицо, светлобородое, горбоносое и довольно приятного вида. Его жена, Надь Костень, была подстать своему мужу, молодая, корпусная баба со скуластым миловидным лицом и слегка приплюснутым носом. Говорила она скороговоркой, с кубанским выговором и нрав имела общительный и дружелюбный. Детей у них не было. Поселились они в центре поселка, в то время, как местные старожилы предпочитали селиться или постепенно переселяться на окраины. А происходило это потому, что на окраине как-то меньше заметно, кто к тебе приходит и что он тебе приносит. Потому что принести могли все, что угодно. И все, чем богата тайга. А тайга богата грибами, но это на любителя, ягодами. Ну, пожалуй, оставьте вот тут в синях. Жена разберется рыбой, мясом, это давайте, а главное, пушниной, ценнейшим мехом соболя баргузинской породы, которая, приравненная к золоту, идет на экспорт за валюту. А за валютные операции, знаете, что было в те годы? Лучше вам и не знать, потому что мораторий на смертную казнь, в том числе, за экономические преступления, тогда еще не ввели и применяли ее повсеместно, не шибко разбираясь и не жалея людишек. Так что даже не показывай ее тут в дверях, эту свою пушнину, не дай бог соседи заметят. А давай, заходи скорее в дом и вот тебе водка и вот мне соболя. Для корликов супруги Стень были совершенно новыми незнакомыми людьми, но очень скоро местные общительные мужики и бабы стали к ним запохаживать и запосиживать. А что еще делать в таком глухом, удаленном от мира поселке, как не засиживаться, если угощают, где даже не было ни одного, не то что грузового, а даже завалященького легкового автомобиля, кроме тракторов. Нет, вру, был Осток когда-то каким-то невероятным образом попавшего туда грузовика, скорее всего завезенного много лет назад, весной по большой воде на барже самоходки. Судьба этого автохлама темна и безрадостна. Его доставило туда местное начальство для своих непонятных авантюрных или волюнтаристических целей, потому что ездить было совершенно некуда и возить в это некуда было нечего. Кругом тайга, буреломы, болото. Остов этого неопределяемого вида транспорта стоял на берегу речки Корлики у деревянного причала и имел плачевный вид. Ни кабины, ни колес давно не было. Бортов на кузове тоже. Впрочем, и причал каждую весну носило поводком. Да что там автомобили? Даже коров и лошадей в поселке не было. По той простой причине, что ни лошадь, ни корову, вертолет не брали без билета. И даже с билетом все равно не хотели брать. А по-другому? Завезти скотину туда можно было только весной по большой воде, когда в Корлике приходила баржа-самоходка с соляркой, бензином в двухсотлитровых бочках и товарами. Но везти корову таким образом было настолько сложно и геморройно, что никто с этим и не связывался. Это же мало того, что корову надо было в ларьяке купить. Потом дождаться с ней дня отправления самоходки, а еще будет ли на ней место для рогатой пассажирки, а еще кормить животину надо все это время и обратный процесс как-то обеспечить. Все непонятно. Навоз надо из-под скотины выгребать и утилизировать его каким-то образом. В общем, никто даже не пытался огрести себя проблем с этим делом. Работа в корликах имелась только в похе промысловом охотничьем хозяйстве. И то какая работа? На лесозаготовке, бензопилу, дружба в руки и на деляну к привычному тяжелому катаржанскому труду валить сосны и кедры, рубить сучья или таскать трелевщиком бревна к реке. Так что Сашка на работу устраиваться не спешил. Это был мужчина довольно молодой, лет тридцати с небольшим, но уже побывавший в тюрьме и по всему видно авторитетный. Дело в том, что в те времена человек, отбывший срок, не очень-то имел возможность выбирать. В городах его не прописывали, а значит и на работу устроиться было проблематично. Оставалось искать счастье где-нибудь в захолустье. А в Корликах прописывали, вернее, ставили на учет и в поселковом совете всех. А если кого-то не ставили, то после отсыла обратно в район его все равно из района прислали обратно и по-любому ставили на учет. Так что контингент в Корликах был очень специфический. А Надька Стень устроилась на работу в поселковую пекарню. В здании пекарни обычной деревенской избе стояла большая русская печь, как в сказке про щуку, только без емелей. Тесто месили не руками, а в большой тестомеске, похожей на бетономешалку. Надо сказать, что местная пекарня вскоре прославилась на весь район. Когда в Корлики прилетали на вертушки местные проверяющие или еще кто-нибудь шальной, они обязательно покупали прямо в пекарне хлеб по нескольку булок, чтобы порадовать близким к городу, вполне возможно, что в этом была заслуга новой пекарихи. Жили супруги стень поначалу довольно незаметно, не привлекая к себе внимания, но довольно скоро возле их дома стали появляться и подолгу простаивать хантейские нарты, в которых часами маялись на морозе в ожидании запряженные олени. А по поселку среди местной элиты в лице председателя поселкового совета, начальника поха, старшего охотоведа, заведующего магазина торговой кооперации, директора школы, начальника метеостанции, вплоть до фельдшера местной больницы начался ропот недовольства, что стене возят из Нижневартовска в больших количествах спиртное и всю пушнину ханты несут им. И не только пушнину, ханты привозили в поселок все, чем богата тайга, рыбу, в основном мороженую щуку и езя, мясо лося, оленину, медвежатину, ягоды, в основном бруснику, а также клюку, чернику, голубику, в меньшей степени она мнется и не такая легкая, в отличие от брусники, которую собирали не только летом, но также и весной из-под стаившего снега. Брусника, такая особая ягода, она консервируется сама в себе и отлично сохраняется всю зиму под снегом до весеннего таяния и даже в первый месяц лета. Местные бабы собирали ее и сдавали в пох, пока ее окончательно не подъедали птички и зверюшки. Контора поха платила охотникам за сданные промысловые трофеи деньги по довольно-таки скромным расценкам. Первоклассные шкурки соболя густо-охристого цвета, почти черные, с частыми проблесками искристой седины, принимали за рубли, даже не за десятки, а так семь-восемь рублей за штуку. В то время, как на Большой Земле такие шкурки продавались как минимум на порядок дороже, в одном из городских цумов, мне как-то попалась на глазах шкурка соболя, не так, чтобы ах, правда, выделанная по заводскому, по цене сто рублей за штуку. К тому же, рубли в тайге не самая главная валюта, водка поглавнее будет, и поэтому ханты, получив за плановые сдачи в похе деньги и не получив полного удовлетворения в поисках истинного счастья и предмета вожделения, за спиртным шли в народ простые таежные охотники и оленеводы в малицах и высоких до бедра торбасах со шкурками соболей, андатры, выдры, росомахи, зайцы, белки, медведи, лапами оленей или лосей наугад заходили подряд в любой дом и предлагали натуральный обмен на водку, все, что у них оставалось после поха. На севере действовал тогда так называемый сухой закон. Спиртное ни под каким видом водки, пиво, коньяка или вина купить в магазине было невозможно, но в городах, например, в Нижневартовске с этим было попроще. Там водку давали по талонам. Талоны были нужны не всем. У кого-то, например, у непьющих бабусек они залеживались, их можно было скупить или выменять на что-нибудь. В конце концов, особо одаренные водку и спирт возили с большой земли. Между прочим, в те времена, чтобы купить вполне недорогой билет на поезд, паспорт, как сейчас, был не нужен. Пассажир платил в кассе деньги и ехал. Проводница при посадке в вагон просто проверяла наличие билета и пропускала. Еще и чай предлагала, и белье постельное, обычно сырое. И даже это я только лично вам под строжающим коньку на ушко, шепотом сообщаю водку и пиво. Но об этом никто не должен знать. А спирт в корлике с тенем возил с Сашкой младший брат Сережка Стень. Он появился в поселке на несколько месяцев позже старшего брата. До этого и он тоже досиживал тюремный срок. Он был на несколько лет моложе, чем Сашка. И хотя внешне очень похож, но... Анатомия имел совсем другую. Это был спортивного вида и облика поджарой, мускулистый и резко взрывной парень с наглым горбоносым лицом, молодым и привлекательным для женщин. Их у него было достаточное количество. В каждый приезд его сопровождала очередная жизнерадостная краля из города, нагруженная под завязку клетчатыми китайскими сумками, в которых что-то призывно звякало. В какой-то момент местное население не вынесло такой агрессивной атаки на поселок. Между старшим охотоведом и заведующим магазином произошел примерно... Я там не присутствовал, но такой разговор. Ну, что, Зарифыч, с этим надо что-то делать, сказал старший охотовед Павел Петрович Олонцев с глазу на глаз с местным завмагом татарином Рустемом Зарифовичем Боголеддиновым. Я уже не помню, когда Соболев последний раз видел. Да, согласился Зарифович, есть проблема, он нахмурился. Ко мне тоже давненько ханты не заглядывали. Все несут с тенем. У них всегда есть спиртное и платят щедро. Он выругался и налил по стаканам армянский коньяк. Слушай, я раньше за Соболя Аркашке Кунину давал пол-литров по водке и он был доволен. Ну, почти. Все равно идти больше некуда, водки в поселке нет. А две недели назад он ко мне пришел, предложил андатру. Я ему бутылку за пять шкурок, так он закочаряжился, не отдал, ушел. Я, правда, не посмотрел, куда он пошел, но и так ясно, к стеням. Да, совсем оборзели приезжие, и Зарифыч со злостью хватанул полстакана коньяку. Они разговаривали в доме у Зарифыча. Тот выставил бутылку армянского коньяка и угостил гостя простой сибирской закуской, налимьей печенкой, вяленой медвежатиной и лосиной губой. Его жена Средкин для татарок именем Шамсруй накрыла на стол и незаметно удалилась, но, судя по тому, как иногда неуловимо колыхалась занавеска на двери в соседнюю комнату, удалилась она недалеко. Так вышкалены некоторые жены, что долго звать их не приходится. Кроме того, в Корликах происходило совсем мало событий, и кое-кто в поселке считал своим священным долгом быть осведомленным во всем, что его не касалось. Особенно, когда речь шла о визите старшего охотоведа к заведующему магазинам. О чем разговаривали до полного опустошения бутылки коньяка и бутылки водки, принесенной Олонцевым два влиятельных поселковых начальника? О братьях с тень и их деятельности по скупке пушнины в поселке в обход поха или о ценах на бруснику и чернику в заготовках предстоящего лета, или о дате открытия сезона охоты на водоплавающую и боровую дичь, или о перспективах отмены в районах Крайнего Севера и места к ним приравненным сухого закона? Этого не узнал почти никто в поселке и почти никто не догадался, тем более, что позднее, глубоко ночью. А ночи-то лунные, далеко тебя видать. К Зарифычу заглянул брат Олонцева Колька. Узнать о статистике роста поголовья лосей в Нижневартовском районе с собой имея еще пару, да кто же их считал, бутылок водки или другой спиртосодержащей жидкости. К утру окрестные сосны и кедры уже душевно сопереживали словам доносящейся из дома завмага песни, исполняемой пьяным мужским хором под трехрядную гармошку шуйской фабрики. А вокруг голубая, голубая тайга. На завтра в поселке все было как обычно. Нельзя же назвать крупным событием то, что в конторе охотоведа заработала рация и установилась связь с Нижневартовским отделом милиции и районным отделом ОБХСС, отделом борьбы с хищениями социалистической собственности в скобках. Опять же никто не слышал в подробности кроме конторской уборщицы, прилипшей ухом к двери разговора старшего охотоведа Короликовского Поха Олонцева с начальником милиции Нижневартовского районного отделения майором Елдуковым. А уж разговора старшего охотоведа Олонцева с начальником ОБХСС товарищем Бдюкиным точно не слышал никто, потому что Олонцев неожиданно даже для себя. Резко открыл дверь и любознательная слушательница, откатившись от удара в угол и с укором потирая ушибленную голову упал зла из конторы. Через несколько дней в Корлике прилетел борт из Нижневартовска. Из него вышли рослые мужчины со свежими лицами, резко отличающимися по цвету румяной кожи от цвета кожи лиц, прибежавших встречать вертолет местных жителей и проследовали не задерживаясь нигде прямо в центр поселка к дому семейства Стень. Стихийную кучу зевак, состоящей из хантов, местных ребятишек и взрослых, шугнул лично Олонцев, заходя следом за приезжими в дом, где жили супруги Стень. Через несколько часов из окон окрестных домов было видно, как вывели Сашку Стеня и повели к ожидавшемуся это время на приколе вертолету. Надька в какой-то несвойственной ей сагбенной позе и странной слабой походкой шла следом едва укутанная клетчатым платком. Сашку Стеня затолкнули в вертушку, Ми-8 закрутил лопастями, взревел, винты бешено закрутились, вертолет приподнялся в воздух, взорвав тучу снега и улетел в сторону Нижневартовска. Спустя несколько дней после этого домой к молодым учителям Валерке Глухову, преподавателю физкультуры и всех остальных невостребованных школьных предметов, начиная с черчения и кончая химией, и его жене, учительница русского языка и литературы Корликовской восьмилетней школы-интерната Ирине Владимировне заявилась Надька Стень. «Здравствуйте, соседи», сказала она. «Здравствуй, Надежда», приветливо ответила Ирина. «Заходи, садись к столу, чайку попьем». «Спасибо», слабо улыбнулась Надька, «мне не до чая». Она потупилась, собираясь с духом, а потом заговорила, «Мы с вами напротив живем, мы-то с Сашкой этот домик упоха сняли, а теперь вы же в курсе, что Сашку забрали?» Она остановилась, переводя дыхание. «Ну, в общем, Алонцев меня выгоняет», она потупилась и просительно сказала, «Мне надо Сашку здесь дождаться, до суда, а суд только через месяц будет показательный, здесь, в Корликах». И потом совсем просящим голосом продолжила, «Все от меня шарахаются, вот к вам пойти посоветовали, ребята, пустите пожить до суда». Валерка с Ириной переглянулись и почти не сговаривая сказали, «Да, конечно, Надя, мы не против, вот топчан в прихожке или давай на кухню его перетащим, больше у нас ничего нет». «Спасибо, ребята, счастливо засмеялась Надька, мне ничего и не надо». «Ты давай, хоть сегодня перебирайся», сказал Валерка. Избы в Корликах были небольшие и калиброванные, холодные сени типа веранды с маленьким окошком, пройдя через них мимо сложных дров, топоров, колунов и лопат, через входную дверь посетитель попадал в избу, где главное место занимало печь. У Глуховых она имела пять дымовых колодцев и под нижним кирпичом имелась монетка, которую местный печник заложил специально для тепла. Печь делила избу на части, самая большая кухня с прихожей и маленькая спальня с зафанерной перегородкой. Так жили все, потому что все дома были построены по одному утвержденному кем-то шаблону. Некоторые что-то пристраивали, добавляли, улучшали и усовершенствовали, но основа была одинаковой у всех. С того дня, как Надька Стень стала жить в доме Глуховых, их жизнь неожиданным и приятным образом переменилась к лучшему. У молодых и совершенно непрактичных школьных учителей денег больше не стало и в принципе откуда им взяться. Денег с Надьки за проживание они, разумеется, не взяли. Но с появлением Надежды рацион их питания стал не таким скудным. Где-то она умудрялась договориться, с кем-то на что-то выгодно обменяться и вечера стали проходить как-то живее. То-се, карты, игры, развлекушки, разговоры. При дозированном включении в поселке электричество утром с 7 до 8.30 и вечером с 19 до 23 телевизор был недоступен, то есть смотреть его было можно, но включать не во что. Не было ни ретранслятора, ни вышек, ни спутниковых антенн. Глухомань. Рация была у начальника ПОХа и на метеостанции. Люди общались друг с другом как в времена доисторического материализма, то есть по-человечески. Без гаджеты кто чем богат, у кого что за душой при таком общении вполне ясно было видно. Иногда засиживались допоздна, кто-то читал книги, иногда даже стихи при свете керосиновые лампы, а порой натурально березовые лучины. Между тем, по поводу троих молодых людей разного пола, проживающих вместе под дной крышей в поселке среди народа, наделенного изысканной и не всегда здоровой фантазией, вскоре возникли пересуды и грязные домыслы. Народу языки чем-то занять надо. Однажды Валерка зашел к фельдшеру Андрею Белому потрепаться по-дружески скоротать время, поскольку скука зимой в таежной деревне страшная и хроническая. Особенно по вечерам, когда с работы ты уже пришел, а до сна времени вагон и надо чем-то развлечься. А ни дискотек, ни кинотеатров, ни кафе и ресторанов, ни черт бы его побрал в конце концов, даже телевизора нет. У Белого уже сидел Леха Кравцов, местный учитель музыки и пения, игрун на баяне и выпив ВОХа по призванию и убеждению. Поздоровались. Леха сидел с нехарактерным для себя видом, трезвый и словоохотливый. Говорили о перспективах наступления весны в этом году, о большой воде и приходе самоходки с углем или соляркой для АБшки, о том, что 12 кубов дров им с Людкой женой не хватит на зиму, а сейчас закупать в похе дрова плохо, они зимние, сырые и гореть не будут, в общем, о рутинных деревенских делах. Разговор коснулся и недавнего ареста Сашки Стеня, обвинений и сроках суда над ним, о Надьке Стень, которая проживала у Глуховых в ожидании суда, предъявления обвинения мужу и перспектив его дальнейшей судьбы. А ты на кой ее к себе пустил, спросил Андрюха Белый у Валерки. Попросилась пожить, ей сюда дождаться надо, ответил Валерка. Пусть бы ехала в свой Ставрополь, зло, сказал Андрей, там и дожидалась. Так ведь не ближний свет, денег у нее нет, мотаться туда-обратно, заступился Валерка за свою постоялицу. Ну, дал бы ей, сказал Леха. А у меня откуда растерялся Валерка? Да из какой стати? В оплату хохотнул Кравцов за гостеприимство, продолжал он с ехидной усмешкой. Андрей Белый тоже как-то сально оскладился. А ты молодец, стали подначить Валерку друзья. Ну, как оно втроем шведской семьей? Да вы что, изумился Валерка такому неожиданному вопросу. У меня же жена есть. А когда это кому-то мешало? Заржали мужчины. Да идите вы к черту! И Валерка с досадой вышел вон. Вечером он за ужином, когда Надька и жена Ирина сидели втроем, стесняясь, рассказал женщинам об этом разговоре. Ирина возмущенно воскликнула. Вот козлы! А ты что? А я что? Растерянно сказал Валерка. Ничего, просто ушел. На чужой роток не накинешь платок. Надька стень густо покраснела и заплакала. Это значит, такие разговоры по поселку идут, горестно сказала она. Что я Сашке скажу? Не расстраивайся, Надя, участливо, сказала Ирка. Сашка не дурак поймет. Однажды, примерно через пару недель, в Корлике приехал Сережка стень. Заглянул ненадолго к Глухову, поговорил с Надькой о чем-то и ушел к своей знакомой хантейке Маньке Татушке. Манька отсидела 8 лет за убийство по пьянке своей новорожденной дочери, освободилась и вернулась в поселок вся в татуировках. Мужчины, кто с ней был, рассказывали, что ее больше и интереснее было рассматривать как картинную галерею, чем использовать по назначению. В ту же ночь дом завмага Зарифыча загорелся. Кто-то подпер входную дверь лопатой, плеснул солярки, чиркнул спичкой и скрылся. Зарифыч и Шамсруй выскочили из дома, в чем были через окно и закидали пылающую дверь снегом. Пожар удалось потушить. Днем из Нижневартовска прилетел вертолет с милицией. Засели в конторе Пуха, стали допрашивать всех подряд. Но никто ничего не видел, не слышал. К тому же утром выпал снег, следов не осталось, ничего не нашли, никого не забрали. Вечером следователи улетели обратно. Со дня задержания Сашки с теня прошло больше месяца. Надька все это время жила у глуховых, они подружились, привыкли друг к дружке. Ирина с Надей стали просто-таки закадычными приятельницами. Однажды Надька принесла Ирке две шкурки отличных соболей. Это тебе на шапку. Да ты что, Надя, не надо, зачем, я не возьму. Уперлась Ирка, но взять все же пришлось. Надька уговорила. Похабные разговоры по поселку утратили остроту новизны и приутихли. Сережка Стень еще несколько раз прилетал в корлики, оставлял Надьке деньжат и улетал обратно тем же бортом. Еще примерно через месяц прилетел спецборд из Нижневартовска. Из него вышла группа оживленно болтающих розовощеких людей в меховых шапках и кожаных пальто. Сашка Стень шел в наручниках в сопровождении охранника. Приезжие проследовали в местный клуб, шлепая по раскисающему весеннему снегу блестящими сапогами. Собрался народ. Объявление о предстоящем суде висело уже несколько дней. Его на фанерном щите красной и синей краской намалевал учитель физкультуры, а также рисования и черчения Валерка Глухов. Для поселка суд явился эпохальным событием. Народу собралось много, детей не пустили. На сцену поставили стол, застелили его красной тканью. Судья и заседатель были из приезжих, а вторым заседателем взяли местного начальника метеостанции Олега Безугова. Подсадимого Сашку с теня посадили возле сцены, чуть поодаль поодаль судей рядом с охранником. Председатель, стойщий эффектная женщина лет 28-30 в синим деловом костюме и с наскоро взбитой прической зачитала обвинение В злостном систематическом спаивании местного населения и скупки в обход местного государственного православа охотничьего заготовительного предприятия в особо крупном размере дорогостоящей пушнины по спекулятивным ценам, чем был нанесен вред государству в неуточненном размере, а также подорван авторитет местного промыслового охотничьего хозяйства и нанесен ущерб окружающей природе. «Вы признаете свою вину в содеянном?» спросила судья. Сашка с тень встал и сказал «Нет, не признаю». «Что можете сказать свое оправдание?» спросил приезжий народный заседатель. «Я не скупал пушнину в особо крупном и вообще ни в каком размере», ответил Сашка. «Это голословное обвинение. Прошу предъявить доказательства». И он продолжил. «Как указано в статье такой-то УК СССР, я, как постоянно проживающий житель населенного пункта, находящегося в приравненном к районам крайнего севера поселке Корлики, имею право купить для своих личных нужд одну шкурку соболя у местных охотников». Он сделал паузу. «Как видно из протокола обыска, произведенного в моем доме, у меня при обыске не нашли ни одной шкурки. Я утверждаю, что не скупал пушнину у местных жителей». «Так, садитесь», сказала председательствующая. «Переходим к допросу свидетелей». Она порылась в бумажках. «Для дачи показаний приглашается охотник-промысловик Арказий Кунин». «Позовите Аркашку», засуетились люди, стоявшие в дверях клуба. В клуб вошел с улицы низкорослый Хант в Малице и Тарбасах. Судья сказала, «На предварительном следствии вы заявили, что продавали присутствующему здесь тень Александру Тарасовичу шкурки соболей и других животных. Вы подтверждаете свои показания?» «Да, я подтверждаю. Это Санек», с готовностью ответил Аркашка. «Сколько соболей вы продали Александру Стень?» «Я не плодавала, я ему так давала. Я к нему в гости заходила, мы с ним выпили, я ему подолила». «Сколько соболей?» допытывалась судья. «Я не помню, я ему не плодавала», заскулил Аркашка. «Идите», махнул рукой судья, «Вызовите следующего свидетеля». Следующий свидетель говорил примерно то же, что и Аркашка, а следующий за ним оказался слегка выпившим. Он плавно покачивался в ответ на вопросы судьи и что-то нечленораздельное мычал. «Суд удаляется на перерыв заседания» примерно через полтора часа после его начала провозгласила судья. Народ повалил из клуба на улицу и мужики начали закуривать и обмениваться впечатлениями. «Лет пять дадут», сказал фельдшер поселковой больницы Андрей Белый. «Может, трешником отделается», предположил Леха Кравцов, учитель пения в местной школе. «Ничего же не нашли. И свидетели какие-то несерьезные». В этот момент к Валерке Глухову подбежала Надька Стень и взволнованно прошептала «Валер, пойдем, открой дом, я договорилась, нам с Сашенькой свидание разрешили, только в присутствии охранников и свидетелей, пойдем скорее». И они пошли к дому Глухову, который находился напротив клуба. Через четверть часа Валерка увидел в кухонное окно, как на крыльцо к ним заводят Сашку Стень в сопровождении охранника. Надька Стень бледная и трясущаяся кинулась к мужу. Они зашли в кухню и Сашка сел на стул у стола. Он сильно похудел и осунулся. Вид у него был затравленный. Надька незаметно сунула что-то охраннику в руку и тот вышел со словами «Только недолго». Валерка Глухов с любопытством разглядывал подсудимого. Надька с досадой укоризной сказала «Валера, выйди, пожалуйста, на минутку». Валерка вышел на улицу и направился к клубу. Там стояли местные жители, обсуждали события и делились впечатлениями. Валерка закурил сигарету «Интер» и встал рядом с кучкой мужиков. Вскоре из его дома охранник вывел Сашку с тень. Следом шла Надька. Народ вернулся в клуб и расселся по рядам. Пришла судейская бригада. Пахла едой и спиртным. «Провозглашается приговор», громко сказала судья, привстав со своего места. «Именем Российской Советской Федеративно-Социалистической Республики подсудимый Александр Тарасович Стень приговаривается к одному году исправительных работ с отбыванием в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки». Она села и понизив голос сказала, «Но я не советую». Народ зааплодировал и стал расходиться. «Так это что получается?» спросил Валерка Глухов у Андрея Белого. «За одну недоказанную шкурку Соболя Сашкурку дали год зоны?» «Получается», сказал Андрей, «доказали бы, дали бы больше». «И правильно, нечего зариться на чужое добро, а то слишком борзые». «Вообще-то это добро по тайге бегает и такое же чужое, как свое», усмехнулся Валерка. Сашку с Теня увезли в Нижневартов с тем же бортом, который дожидался окончания суда на вертолетной площадке. Через несколько дней в Корлике прилетел с Сашкой младший брат Сережка Стень, и они с Надькой тем же бортом улетели на Большую Землю. Ирина какое-то время переписывалась с Надькой, та писала, что живет на Кубане в своем селе, Сашка сидит на зоне в Красноярском крае, что скоро должен вернуться, но потом связь прервалась, и о дальнейшей судьбе супругов Стень Валерка Глухов больше никогда не слышал. Продолжение следует...